Здравствуй, мой дорогой друг! Слышал ли ты хоть рассказку о пропавшей принцессе и чудном ее возвращении к родителям? Наверное, да. А я тебе хочу рассказать историю о чуде, о пасхальном чуде. Ну, давай садись поудобнее, смотри и слушай. Давным-давно в одном городе, в прекрасной семье росли две девочки. Одну звали Надюша, а другую Любаша. Как-то летом они со своими родителями отправились в лес на отдых. Папа с Любашей остались разводить костер, доготовить еду. А мама с Надюшей отправились по грибы да ягоды. Выйдя на полянку, они увидели множество красивых цветов. Да так увлеклись ими, что не заметили, как разошлись в разные стороны. Надюша увидела среди листвы чьи-то огромные глаза. Девочка испугалась и побежала, что есть силы. Когда мама оглянулась, то не увидела Надюшу. Она долго звала и искала свою доченьку, и когда поняла, что она потерялась, ее горе не было конца. А тем временем девочка шла по дремучему лесу и звала на помощь. «Ау! Ау!» Но никто не отзывался. К вечеру она вышла к какой-то деревушке. Наша девочка подросла и стала умницей, красавицей. Она была очень добрая и ласковая. Любила животных, ухаживала за ними. Помогала, если те попадали в беду. «Ау! Ау!» «Ау!» И казалось, что она понимала язык растений и животных, А они радовались ей, как своему лучшему другу. А еще помогала жителям этой деревни, а они платили ей взаимности. И все в этой деревне шло своим чередом, не предвещая никаких перемен. КОНЕЦ И вот наступил великий праздник – паста. Надюша отправилась на службу. Она молилась только об одном – чтобы Господь помог найти ее родителей. Господь, услышь еще раз мои молитвы. Помоги найти моим родителям меня. Прошу тебя, Господь. В этот момент к ней подошел знакомый мальчик Ваня И сообщил, что ее хочет видеть бабушка. Выйдя из храма, она ощутила, как на нее сошла Божья благодать. И казалось, что ангелы пели хвалу Богу. А в это время родители Надюши вместе с Ваней пришли к его бабушке. Он рассказал, что в школе познакомился с Любашей и узнал о горе, которое произошло в их семье. А родителям Любаши поведал о Надюше, с которой познакомился во время каникул, проведенных у бабушки. Мама была сильно взволнована и не находила себе места. А папа, как истинный мужчина, сдерживал свои эмоции. «Христос воскресе!» «Христос воскресе!» «Поистина Владимирович!» «Ты хотела меня видеть?» «Тут приехали твои родители!» От неожиданности Надюша не могла сойти с места. Ее маленькую детскую головку одолевали противоречия. Она не могла поверить в это чудо. Девочка расплакалась. Но это были слезы счастья. «Слава Богу! Слава Богу!» Повторяла шепотом мама. «Наконец-то мы тебя нашли!» Вот такая история произошла с нашей героиней. И, как говорят святые отцы, «Пути Господни неисповедение!»